Добрый день, друзья! Разрешите вам представить Ольгу Воронову. Ольга, расскажите буквально два слова о себе. Кто вы? Я большой любитель сада, я сама профессиональный садовод, а кроме того я телеведущая федерального канала, блогер, ну и писательница по совместительству. У меня 62 книги по саду. Оль, расскажите нам, начинающим садоводам, как меминизировать все работы в огороде. Ну, надо начать с того, что, конечно, я так скажу, 60 процентов успеха, это все-таки хороший посадочный материал. Вот семена, если плохие семена, то хоть вы будете ночевать на своем участке, вы будете не отходить от грядок, но у вас может банально даже ничего не взойти и все ваши труды пойдут на смарку. То есть, просто-напросто, первое, это хороший посадочный материал. Это уже 50 процентов будет вам гарантией успеха, обязательно что-то вырастет, что-то получится и вас это вдохновит на дальнейшее. Второе, что необходимо, это, безусловно, применять технологии выращивания, ну, скажем так, не архаичные, а все-таки современные. Ну, прежде всего, конечно, не в чистом поле, это должны быть грядки, желательно приподнятые грядки, потому что они увеличивают урожайность, они теплее, они быстрее пробуждаются и у них почвенная микрофлора быстрее начинает работать. А это значит, что овощи начинают раньше и ягоды созревать, что тоже может не радовать. И где теплее, там иммунитет лучше и болезней меньше. Но еще, в плане выращивания овощей, многим садоводам, как сказать, мешают немножечко сорняки. Их же надо полоть. Немножечко. Да, это основная, можно сказать, статья в огороде. Ну, что здесь можно сказать относительно сорняков? Я в своем саду никакими гербицидами не пользуюсь, потому что смысл получать химическую продукцию, когда ее можно купить в магазине. Значит, какие здесь есть решения? Во-первых, нужно обратить внимание на весь остальной сад и сминимизировать сорняки там, потому что они летают, они переходят просто-напросто. И поэтому просто в саду должно быть как можно больше красивых уголков, мощений, каких-то отсыпок, каких-то декоративных элементов. В общем, все должно быть прикрыто. Чем больше площади чем-то хорошим прикрыто, тем меньше шансов для сорняков. Соответственно, они меньше осеменяются и меньше летят на грядке. А потом, если уж выдалось так, что на грядке много этих сорняков и есть, допустим, даже сныть, ну, просто один раз надо потратить время и все-таки выкопать их лопатой. Почему и за лопату, не за мотоблок? Мотоблоком мы размножаем сорняки, потому что мы рубим их корни, а они-то так и размножаются. Если один раз не пожалеть времени и все это вытащить руками, крупные корневища, то потом у вас, скорее всего, если что-то вырастет однолетние, а вы их тоже выпалите, и в итоге у вас через 3-4 года, ну, практически сорняков там не останется. Другие садоводы, я знаю, очень многие мульчируют. Но, честно сказать, у меня нет времени заниматься этой мульчей, вот у меня ничего не замульчировано. Но, поскольку я однократно хорошо поворолась, у меня, ну, отдельные вырастают, я их прошлась раз-раз и выдернула. Вот и все. И я, конечно, один раз в год, не два раза в год, а один раз в год все-таки копаю. И если какой-то корень увижу, я удаляю. Потому что у меня тяжелая железная глина и плоскорез мне, ну, к сожалению, по техническим причинам не подходит. Но никакими пленками, спонбондами, черными там, ничем, соломой, чем-то еще я не мульчирую. Потому что считаю, что земля должна получать солнечные лучи. То есть это скорее элемент порядка в огороде. И вот однократно спланированные акции по удалению маточных корней. И потом как-то сорняки действительно сходят на нет. Но при условии, если их извели, по большей части, на самой даче, на остальных площадях, потому что вот оттуда на самом деле эта опасность и приходит. Оль, скажите, пожалуйста, вы сказали о качественном посадочном материале. Может быть, вы порекомендуете, где брать такой материал? По овощам, например. По овощам. Ну, вы знаете, нужно просто вот, как сказать, пробовать от разных агрофирм и смотреть, что получается. Потому что у каждой агрофирмы, понимаете, бывают удачи. Значит, бывает, что агрофирма сама производит, но часть отдает куда-то за рубеж. И там уже гарантии никакой. Вот важно, чтобы большая часть у агрофирмы производилась здесь, в России, в нашем климате. Тогда 100% это будет хороший посадочный материал. И надо смотреть, как бы, если агрофирма закупает за рубежом, то там, скорее всего, это будет пересорт, просрочка или очень старые семена, которые уже потеряли эту энергию. То есть надо уже больше смотреть, где поля, где у агрофирмы эти поля находятся. И где выводятся сорта? Желательно, чтобы они в близком к нам климате выводились. Понятно. Ну, вот для Москвы, для Подмосковья, может быть, есть такие марки, на которые стоит обратить внимание и потратить деньги? Ну, могу сказать я, что выращиваю, у меня вот все 100% сходит, получается. Но я агрофирму знаю лично, я на ней бывала, много раз и видела сама процесс производства семен, ручную, прям видела. Это агрофирма Партнер, она здесь, в Подмосковье, полностью она здесь, все производится. Прямо у нас вот все растет, и семена выделяются тоже тут. Соответственно, они свежие, и вот упаковываются. И действительно, сорта гибриды соответствуют. У меня никогда в жизни не вырастали томаты. Ну, зеленые, а потом фитофтора. Теперь же у меня эти томаты в огромном количестве. Вот. Может быть, такие семена кому-то дорогими покажутся, но это производство, это не купленное, допустим, в Китае, где, естественно, уже потерявшие схожесть, они там копейки стоят. Это все может быть. И как их хранили, как перевозили. Может быть, они уже пораненные семена, они потом заболевают. Еще нужны определенные аппараты щадящие. И все это стоит денег. Поэтому, конечно, качественные, хорошие семена, они должны быть подороже. Такого не бывает. Вот я, например, хотела украсить свою мангальную площадку и купила дешевые семена такой фасоли огненной, которая вот вьется красиво. Купила семена, очень обрадовалась. Вот. А у меня часто такое бывало, я знаю, что это красиво. Я купила за 15 рублей. Ни одно семечко не взошло до сих пор. Ну, вот. Бывает, но обидно. Я хотела украсить, а теперь придется какую-то космею подсеивать. То есть, вот, ну, многое зависит. Вот так человек может подумать, да какой я огородник, у меня ничего не получается. А это не он виноват. Виноваты семена. Вот это у меня, видимо, мой случай, когда я не получаю результата, и, конечно, мотивация у меня падает. Да, надо удачу испытать хоть раз, и тогда захочется. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сейчас очень жарко, засуха. Как можно защитить растения от этой засухи, чтобы они продолжали расти и плодоносить? Ну, прежде всего, конечно, о поливе мы не забываем. И придется, даже если это капуста, даже если это капуста, ставить металлические дуги, самые обычные, но довольно высокие, и крышу небольшую из лутросила, типа полоски. Мы не греем их, мы делаем им крышу, чтобы падала тень. И вот в поитенении, да по и поливе ничего больше не нужно. Я именно так спасаю. Пока все спаслись. Хорошо. Спасибо большое.